с вами снова я татьяна колмукова и решила не откладывать вторую часть в долгие ящики записать ее сразу топ ошибок в ламинировании бровей продолжение если вы не видели первую часть перейдите на мой канал и посмотрите первое видео значит так ошибка номер четыре нанесение препаратов под пленку препараты для ламинирования бровей и ламинирования ресниц бывают в двух формах жидкие и кремовые жидкие препараты рассчитаны на то чтобы вы их наносили под пленку прочесывали это все щеточкой и снова закрывали пленкой то есть своего рода такая паровая баня то же самое с кремовыми препаратами делать категорически нельзя они не рассчитаны на то чтобы их нагревали реакция в таких случаях происходит намного быстрее и вы не успеете обнаружить то как перепалите волосок чревато это тем что могут выпасть пересушиться волоски на брови у клиента использование разных препаратов состава номер один два красителя или третьего состава все бренды которые разрабатывают препараты рассчитывают на то что вы будете использовать в совокупности каждые составчики из их линейки поэтому когда вы заменяете например первый второй состав вы берете более дешевый третий заменяйте более дорогим в надежде на то что он улучшит все то что вы сделали до этого забудьте это потому что этого не произойдет препараты между собой работать не будут не зря производители придумывают разные линейки более бюджетные более дорогие естественно реакции в них происходят по-разному не ленитесь и изучите этот вопрос самостоятельно если не хотите обращаться к обучению это следующая ошибка и очень частая ошибка и ошибка номер шесть это тот момент когда время выдержки состава вы выбираете неправильно я на некоторых курсах уже такое слышала что посмотрите на волос клиента если он пористый значить волос и бровь и ресницы у клиента пористые нужно выдерживать определенное время скажу так не всегда волосы на голове и волосы которые растут на бровях и на ресницах одинаковые очень часто мы девочки любим пользоваться утюжками для волос какими-то непонятными красителями и волосы на голове у нас мы сами самостоятельно их убиваем делаем их пересушенными вроде бы пористыми но потом когда вы смываете состав вы видите что ваши реакции не произошло не сработал состав в этом не виноват состав нужно правильно изначально определять тип волоса клиент для того чтобы определить и полоса клиента вам нужно провести несколько простых каких упражнений о которых обязательно рассказывают на курсах все 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 мастера ламинирование бровей это не та процедура которую вы можете начать делать сегодня самостоятельно обязательно нужно уметь ее выполнять понимать как работает составы и обучиться этому профессионала который вам расскажет все эти нюансы девчонки я желаю вам самых крутых бровей самых лучших мастеров которые обучают всем прекрасного дня подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока целую ваша татьяна калмыкова